Вот смотрите, допустим, вам понравился человек, видите, что он за вами ухаживает. Ситуация какая? Долгожданная, Олег Геннадьевич! Нет, ситуация опасная. Ситуация опасная. А кто ухаживает? Хороший человек. Говорила мама мне про любовь обманную, и напрасно тратила слова. Затыкала уши, а я ее не слушала. Ах, мама, мама, как же ты была права! Ах, мамочка, на саночках каталась я весь день, Повстречалась с Колюшкой на свое горюшко. Ах, мамочка, зачем? Понимаете, понравился человек, начал ухаживать. Возьмите у него данные гороскопа. Посмотрите, что за фрукт. Спросите друзей этого человека, как складывалась его судьба, что у него за жизнь. Вам с этой судьбой жить, если вы думаете, что это ваш человек. Вы, по крайней мере, будете уже знать, на что идете. Спросите своих родителей, потому что родители-то знают вашу судьбу, у них похожие. Они вам, конечно, скажут, чуть-чуть похуже, чем на самом деле. Но вы спросите, вот как вам нравится мама и этот парень? Мама, конечно, она испугается. Потому что смотрите, когда дочка приходит, допустим, мама, я влюбилась. Мама говорит, хорошо, доченька, все нормально. Вот, приглашай мальчиков в гости, попьем вместе чай. Ну, пригласила, попили чай, разошлись. Потом раз, что-то разлюбилась. Потом приходит домой. Чего с тобой, доченька? Мама, все нормально. Мама в шоке. Чего с дочерью происходит? А вот теперь она влюбилась уже, понимаете? И она маме не скажет. И мама боится. И это значит, что через этого парня сильно действует судьба всякая. И мама, когда узнает, она думает, я так и знала. Только не это. Понимаете? Вот тогда мама уже начинает кипеть. Если поверхностное чувство у дочки возникло, мама, да, приглашай. А тут уже как бы мама, сердце стучит, она боится. Вдруг что не так? Так действует судьба уже. Иногда у мамы возникает очень хорошее чувство. Мама говорит, ой, какой парень. А у нее вообще такого чувства не возникает. Она говорит, доченька, ну давай, ну немножко еще подумай, ну. Она говорит, мама, мне не нравится. Ну что, у тебя нет чувства к нему? Есть чувства. Какое чувство? Он такой, знаете, знаешь, мама, возвышенный, такой чистый, светлый. Ну кайфа нет. Видите, вот у дочки не сформировалось правильное представление о том, кто ей нужен еще. Мама не помогла. Теперь ты уже не поможешь точно. Хороший парень. И он как бы ушел другой. Отшила доченька. Прими судьбу своей доченьки, значит. Не надо ее потом мучить. Какая есть, такая есть. Ничего не сделаешь. Ты за нее жизнь не проживешь. Сначала убедила, чувствуешь, проявляется симпатия. Или ты убедил как бы девушку. Она, ну как определить, что девушка, ну что девушка тоже не против тебя. Вот как определить? Очень просто определить. Она на тебя смотрит, сразу ворочается. Вот если она на тебя вот так смотрит, и так бы... Это значит, что как бы она играется с тобой. Знаете, как кошка иногда мышку ловит, такая и так раз, раз, раз. И тогда она так смотрит на тебя, играется. Это не значит, что она тебя любит. Она на тобой издевается, она проверяет свои силы. Каждая девушка должна знать, насколько она красивая. Она видит как бы, что ты смотришь на нее. Ну как бы ты ей сильно не нужен, но ей надо как бы проверить. Ну как бы, насколько я красивая. И она тебе раз, улыбнулась, пошла. А ты... Нет, ничего не будет. А вот если она увидела твой взгляд, обратилась, отвернулась, значит, она не держит взгляд. Значит, ей очень как бы сильно чувство действует. Вот тогда, значит, смотри гороскоп. Потому что ты же не знаешь, что за девушка-то. Вот. Люди не знают, понимаете. Не парни не узнаешь, что за человек, не девушку. Потому что хочется же самое лучшее. И поэтому человек, он как бы верит в самое лучшее. Но верить в самое лучшее надо, когда уже женился. Когда еще не женился и ни замуж, ни вышел, тогда надо не верить в самое лучшее, а надо изучать. Чувство возникло, изучить, что за человек. А потом только, а потом как знакомиться. Самый лучший вариант знакомиться не наедине друг с другом, а лучше всего познакомиться рядом с друзьями. Начать общение так, чтобы кто-то еще был. Не вместе, наедине общение начать, а чтобы еще кто-то был рядом. И лучше всего, чтобы кто-то знал о наших отношениях.